Игнатий Тихонович, хочу попросить у вас прощения за то, что под вас копало за всю эту ложь. Я же с вашим Алексеем даже разговаривала тогда, с Устиновым, я имею в виду, которым. Потому что все сомневалось, очень сильно сомневалось. Это когда еще было, так сейчас скажу, летом, наверное. Ну, и что? Я к вам на минуточку зашла, потому что пока что я еще на смене. В общем, я сейчас рано просто начинаю. Наконец-то нормальной работой занялась. Я имею в виду, что в пекарне я теперь работаю. А потом освобождаюсь, когда все, что батюшка мне нарезает, какие есть задачи. Сейчас еще подружники надо дошить сегодняшнее. Ну, и сегодня же эти поклоны будут, и все. Это еще вот тоже не успела. А так у меня рано теперь смена начинается. Ну, чтобы больше успевать как-то. Потому что раньше вообще время не ценила, а уже 36 лет ушло. Не свое время не ценила, не чужое время не ценила. Ну, вообще просто совсем не ценила его. Ну, как-то оно есть и есть, и все. А теперь просто поняла. Раньше занималась всякими сайтами и всем прочим, всякими делами. Ну, они нужны, конечно, но не очень понятно и не для всех оно приемлемо. Потому что все-таки надо каким-то физическим трудом заниматься для того, чтобы... Ну, для начала просто хотя бы, чтобы не быть преступником. Сказано же, что в поте лица твоего ешь клептовый. Не хотим не то, что в поте лица работать, вообще никак работать не хотим. От этого все преступления, все-все-все-все происходит. Все убийство, ложь, воровство, все что угодно на самом деле. Вот. И, ну, очень много не успевала, потому что где-то вставала поздно, где-то еще что-то. Сейчас по-другому все. У меня смена только в 4 утра начинается. Вот. Сейчас я еще как бы... Вот сейчас вышла просто. Вот. Вот так вот. А про праведник это написано, что он все успеет. Первый псалом так и говорится. И все, что не начнет, успеет. Для этого нужно быть как дерево насажденное при источниках. Вот. А если это не посажен нигде, написание не посажен, то и не будет ничего никогда. Поэтому... Ой. Вот так вот. Вы во сколько встаете? Ну, когда у меня ранняя смена, то в 3. Когда поздняя, то в 5. Хорошо. Иногда поздняя, то в 5. Я досыпаю. Понятно. А посты всегда соблюдали? Ну, давно тогда. Давно. У вас материал есть о посте? Так. А какие именно? Сейчас я пытаюсь соблюдать. О всех постах. Я вам могу скинуть сразу. Сейчас поговорим. Я вам скину этот материал. И там дальше другие есть темы. Это у меня книга к истинному православию. И вы там найдете для себя очень много полезного. А, ну к истинному православию у меня же даже есть. Меня же Вячеслав присылал. У меня есть живая книга. Правда, старая версия. Ну, так там о посте. Есть все. Глава о посте, да. Постом и молитвой только изгоняется нечистый дух. Другого оружия нет. Я найду это. Ну, да. У вас какой рост? Большой. 182-3. А вес сколько? Ну, я давно не взвешивалась. Ну, килограмм 75 примерно. Сколько? 75. Ну, так у вас нормально. А вы рост свой не определили? Точно? Так, пока тихо. Ладно. А тут балуются. звонят, никто не надо. Родство и точно знаю, да. Ну, так у вас тогда лишнего веса нету на вас? Если эти данные точные. Ну, точные, да. Я вот не так давно взвешивался. Может, дней 10 назад. Ну, не важно. Главное это. Потому что лишний вес делает человека сонливым, беспечным, нетрудоспособным. А ничего не нужно. Чужое сало на свои кости навешал человек и все. Да. А вы... У вас храм далеко от вас? Ну, мне 40 минут надо ехать и идти еще. Далеко, да. А вы вчера не были напрощен? У вас богослужение там было? Было, конечно. А там были вы в церкви-то вчера? Да, конечно. А кто у вас там? Архиерей был? Не, у нас не бывает. Он в соборе бывает. У нас маленький храм. А, да. А вы в соборе не были там? Ни один год, чтобы попасть к нему? На богослужение? Ну, почему? Когда-то я была на таком богослужении. Ну, это давно очень было. Не помню даже когда. Мы вчера тоже здесь были. Но тут был архиерей. У нас очень близкие отношения. Митрополит. И Господь благословил. До того радостное было богослужение. Мне сегодня одна пишет. Я, так сказать, впервые вижу вас таким радостным. Только Аллилуйя пою. Ну, это Бог сделал, так я говорю. А сегодня мы еще съездили в метрополию. Ну, я подарил им книги. Священникам всем. Да. У меня, Игнатий Тихонович, от метрополита, от нашего есть епидемия даже. Но она уже заканчивается. С осени. Ну, вот как? Ну, я же к нему ходила. Вы же мне сказали идти ко всем этим людям, про кого я что наговорила. Вот я к ним ходила, про метрополита же я тоже наговорила. Вы не оправдывались там перед ними? А в чем я могу перед ними оправдываться? Ну, может быть, что-то сказать. Все. Плохое отношение будет. А я маленько скажу, а большую часть затемню. Ну, там нечего затемнять. Так бывает. Искреннее расположение открывает душу. Ну, и тоже не каждый раз. Но если ты видишь, что он серьезно о тебе заботится. О твоей душой. Да. Ну что, тогда я сейчас вам что-то нужен, нет? А, я сейчас пойду работать. Вот, когда мы можно... В какой интервал можно звонить? А я вам скинул. Вы там прочитайте. Там говорится, в какое время. Все сказано. Я вам скинул. Вы не считали это. Я только ролик посмотреть успела. Вы там, в самом начале, которое я сбросил, там написано, в какое время звонить можно. Ну, все там сказано. Внимательно, прочитайте то, что я скинул вам, чтобы у вас неизвестного не было там. А вы опять задаете такой вопрос, когда я уже ответил на него. Хорошо. Все, так, да это посвятите. Там огромные материалы, там найдете сайт. И по сайту, если вы зайдете, вы там найдете около 50 книг, моим голосом насчитанных, и Златоуста, и Библию. Найдете там. И кроме того, там я много лет вел занятия в университетах, студентами там. И там вы найдете, я отвечаю на 4124 вопроса. Это все на 55 папок разбитое. Вы для себя найдете там такое утешение. Вы больше прилагаетесь к Слову Божию, а не тому, что человек, который скажет. Всякий человек способен ошибиться, если он живет не по Слову Божию. А значит, и на суде Божьем придется крепко отвечать за это. Мы даже все время сравниваем свои поступки, встречи, как Бог сказал. Как Господь через Слово Свое, Евангелие, по Библии нас Бог будет судить. 12.48, Евангелие от Иоанна. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Я понял, что мои знания, что я много учился, это не потребуется. Я сразу все связал и в подпол сбросил. Я сразу на семи языках занимался, учился. Разные языки с людьми с этими встречался, беседовал на их языках. Это так интересно. Оказалось, ничего это не потребуется. Господь будет спрашивать конкретно, давал тебе время, свободу. Как ты воспользовался им? А как только заболели, ой, время нет, упакаяться. А где же вчера был, позавчера? Так что лишний раз ко мне ходить не надо, а только так, когда крайний какой-то вопрос. Я не то что занят, а перезанят. Вот сейчас готовим у нас переиздание, это издание новое, моих проповедей. Называется «Проповеди во свете Святой Библии». Шеститомник, шесть томов. Каждый том 1300 страниц. А я знаю, я смотрю. Там тысячи вопросов, которые отвечать надо. Про Победей. Я поэтому как корректор, ну сижу, не вылажу отсюда. Уж глаза ничего не видят. Ну по-другому никак. Потому что запись бывает где-то маленько непонятна, и человек не знает, что там ставить, вопросики стоят. А я-то хозяин, мои проповеди, они чужие. А там мои проповеди, которые выходят. Ну и там вы тогда, если Бог даст видеть, найдете все. Тысячи проповедей. Вы найдете абсолютно на любой вопрос. Мне только нужно сказать, там-то находится, мне время никак нельзя терять. Я встаю рано, почти, вот сегодня в три часа. А в 4.40 общий подъем. А в 5 мы начинаем молиться. Вы старайтесь на молитве, вот у вас же все данные есть. На молитве быть всегда, когда только вы сможете. Через два часа у нас дозвон делают. Попросите там, кто делает. Девора такое, знаете? Знаю, конечно. Чтобы она вас подключила. Она очень разбирается в этом деле. Она приняла крещение, крещение приняла, она армянка. Вот так. И вам все, никому не надоедайте. Сами занимайтесь. У нас огромные-огромные материалы. Спрашивать нечего. Бери. Вот в данный момент сейчас с вами говорим. Сейчас они считают, занятия идут первые томы Анна Златоуста. А это 12 томов. А там, когда ко мне зайдете, все 12 томов, моим голосом аудио насчитанное, вы можете свободно слушать в любое время. Как только зайдете туда, что я уже скинул вам? Скинул. Запомните, там в сайт. В сайт, когда зайдете, там все. Кисну православию. Там моменты, где аудио, видео. Там все, все, все. Стихи отдельные. Вот за это время у меня вышел 4 томик проповеди в стихах. Вот так. Это очень интересно. 4 тома по 880 страниц. Из стихотворения одних. Я еще помню его. Мне даже посчастливилось его корректировать. Вот так. Не знаю, кто там корректировал. Ну, там много людей корректировали. Ну, я не знаю. Вот которые проповеди, их нужно сделать в ворд. Тут мне помогали 68 человек. У нас очень хорошее содружество здесь. И новые люди пришли. Ну, все, тогда я отхожу. Игнатий Тихонович, а в группе-то меня ж нету. Вдруг что? Меня в группе нету сейчас. Не пойму. Что вас не примут на богослужение здесь, из которой у нас, когда молятся, не примут сюда. А я не знаю. Меня там нету просто еще. Ну, старайтесь сказать. Егоритам. Позвоните кому надо. Николай Астахов. Может быть, Вячеславу. Они знают. Они проверят. Вы напишите обещание. Соблюдать правила. Нигде не нарушать. Молчать. Ни одного слова не говорить. До времени, в течение года. Испытательный срок. У нас очень серьезное сообщество. Не просто так. Пришел, ушел. Ну, все, тогда отхожу я. С Богом. Хорошо. Мне больше всего открытым оком сейчас нравится. Я открытым оком начала читать. Там вот, наверное, все можно найти. Да, вот как раз открытым оком-то это и готовят новая проповедь. Я, которые сейчас говорю, и те, которые там были. А они в книгах. 38 томов. Хорошо. С Богом. Все. Хорошо. Спасибо, Христос. Благодарю, что зашли. Никогда не отчаивайтесь. Нил Синаевский говорил, согрешить это дело человеческое. А отчаивать это дело сатанинское. Все, пропал. Меня Бог отверг. Как бы ни было. Какой бы ни был человек. Какие бы у него ни были борячки. Духовные, телесные. Все в руке Божией. Как он пожелает. Как он видит наше исправление. Так. Я отхожу. Все. Да, все. Все, благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.